здравствуйте меня зовут владимир зинович сегодня расскажу вам об этом автомобиле lada prima с кузовом фургон но необычным а с особенностью на первый взгляд это обычный промтоварный фургон или проще говоря промка по сути так оно и есть правда с одним существенным изменениям в отличие от привычных всем фургончиков доступ в которые обеспечивается через задние распашные двери данной модели можно распахнуть сразу все как боковые так и заднюю дверь горизонтально вверх практически на 90 градусов столь необычное решение вызвано пожеланиями заказчика владельца магазина автозапчастей и спецоборудования его планах использовать данный каблучок в качестве летучки для оказания услуг по мелкому ремонту транспорта прямо на улице для этого внутри фургона будут сморгонтированы специальные стеллажи на которых разместятся домкраты ключи и другие приспособления для возвращения вашего автомобиля к жизни именно для удобного доступа ко всему этому хозяйству которого здесь пока нет и понадобилось сделать фургон распашонку стенки кузова представляют собой пластиковые панели толщина которых с учетом уплотнителя составляет 25 миллиметров это обеспечивает жестких кузова и относительную легкость в закрытии и открытии стенок при необходимости в открытом положении створки поднимаются на угол почти 90 градусов обеспечивая расстояние от кромки до земли метр девяносто высоким не придется пригибаться и если что дотянуться рукой чтобы закрыть крышку будет достаточно просто при этом большая площадь самой стенки которые легким движением руки превращается в крышу грубо говоря обеспечивает во время работы неплохую защиту как от дождя так и от снега зимнее время стоит отметить что применение подъемных боковин не сказалось на внутренних размерах фургона длина две с половиной тысячи миллиметров ширина 1600 высота в 1560 миллиметров а это значит что фургон распашонка сохранил всю функциональность стандартной промке включая ровный пол без выступающих колесных арок то есть если вы не планируете устраивать внутри мобильную мастерскую а собираетесь возить обычные товары то никаких дополнительных ограничений связанных с особенностями конструкции не будет скорее наоборот при доставке мелких партий товара по разным точкам можно загружать машину в произвольной последовательности доступ к любой части кузова при разгрузке просто отличный важный момент мы смогли обеспечить жесткость конструкции не прибегая к каким-то глобальным усилением кузова соответственно грузоподъемность сохранилась на весьма приемлемом для легковушки уровне это 900 килограмм правда некоторые перевозчики уверяют что уже с успехом опробовали повышение данной цифры на сотню другую но мы все же рекомендуем придерживаться официального ограничения и тогда этот автомобиль прослужит вам гораздо дольше и наконец самый волнующий вопрос для тех кто уже положил глаз на данную машину насколько же дороже получится фургон распашонка относительно стандартного промтоварного фургона не поверите но усложнение конструкции в данном случае не сильно повлияло на цену удорожание для версии на базе lada prima с 16-клапанным 106 сильным мотором составит всего 10 процентов от общей стоимости автомобиля много это или мало за возможность всестороннего доступа в грузовой отсек решайте сами а с вами был владимир зинович ваши комментарии пожелания как обычно ждем внизу под видео до новых встреч а